По субботам Приднестровский государственный художественный музей приглашает юных мастеров на занятия. Проекты «Волшебная мастерская» и «Творческий калейдоскоп» созданы для того, чтобы раскрыть таланты детей, научить их ценить прекрасное и разбираться в искусстве, держать ориентир на работу приднестровских художников. Сразу с порога в мир прекрасного здесь собраны лучшие произведения приднестровских художников, рассмотрев картины за работу. Время создавать собственные шедевры. Педагоги помогут, научат, придумают, как рассказать о сложном ярко и интересном. Кроме образовательной задачи, у нас еще и такая просветительская цель. То есть мы воспитываем своего будущего зрителя путем изотворчества. То есть творчество. Ознакомим с фондами, с художниками. В основном это приднестровские художники. 10 минут теории, 20 практики, еще 10 на просмотр мультфильма. На первый взгляд встречи педагога и ребенка проходят легко и непринужденно. На самом деле каждое занятие тщательно готовится, просматривается научная база, пишется план сценарий, подбирается мультфильм. Никогда не видел тебя здесь, на Северном полюсе. Это труд ни одного человека, не только ведущих проектов, волшебной мастерской или творческого калейдоскопа. Это труд всего коллектива музея, потому что наше занятие проходит научно-методическое совещание, где каждый научный сотрудник может высказать свои предложения по улучшению занятия. Это очень длительный, трудоемкий процесс. Кстати, присутствие старших в студии волшебной мастерской и творческого калейдоскопа не возбраняется. Например, вместе с Никитой сюда часто приходит мама Алиса и сестренка Маргарита. Вижу в основном общее развитие. Это, конечно же, имеет влияние на ребенка, даже элементарное. Если он находится в подобной обстановке, это уже где-то там на подсознании откладывается. Ведь много вещей еще с самого раннего детства мы запоминаем на всю жизнь. Хочешь, не хочешь, все равно где-то там глаз зацепится. Кроме того, что они творят здесь, с нами, они рисуют еще дома. И приносят нам эти домашние задания своего рода. И как настоящие художники, они ведут искусство художников наших преднестровских. И также арксенем выставку медицинских работ, чтобы они тоже себя почувствовали юными художниками. Детские проекты на базе музея уникальны. Их ведут их самые преданные делу педагоги. Для них важно поделиться знаниями, воспитать будущего благодарного зрителя, ценителя прекрасного, а может быть и настоящего художника. Очень важно передавать свои знания, любовь к творчеству, любовь к природе, любовь к родному краю, нашему подрастающему поколению. Поэтому для меня это такая первостепенная задача научить, поделиться и впоследствии радоваться тому, что у нас растет новое поколение образованных, интеллигентных людей, которые не только понимают, но еще и любят искусство. Уже завтра музей приглашают на очередные занятия. Ребятам и родителям предлагают раскрыть секрет простого карандаша и узнать его друзей.